Приветствую дорогой друг, я Алекс Рай и мы проходим Life is Strange, эпизод 1, Хризалида. Итак, ребята, мы с вами оказываемся в комнате Хлои. Посмотрим, что у нее есть дома, как они проведут этот замечательный осенний вечер. А у нее тут довольно прикольно. Мне нравится. Давайте-ка глянем, что здесь. Открытка от Рэйчел, побережье Орегоно. Скучаю по тебе. Вот бы ты была здесь, Рэйч, Хлоя Прайс, проспект Ядро 44, Аркадия Бэй. Орегон 971-41. Ну-ка, что у нас здесь есть? Надо бы глянуть. Ничего, ничего, Хлоя, не беспокойся, мы достанем аккуратно. Но ты пришла... Снова не в. Спасибо. Ой-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Веселое у вас, наверное, было детство, прям как с моим лучшим другом. Вообще мне Хлоя моего лучшего друга напоминает, а я по характеру более на Максим похож, более спокойный. Да, тут надписи САК ИДЖ ФАК МИ ЩИТ А наверху написано ДЖЕД ИЗ ГОН Значит, отец ушел И все перечеркнуто, весь рост, который они с отцом замеряли. Она на эмоциях все это перечеркнула и потом, скажем так, стала панкухой, стала анархисткой. Ну понятно, все-таки такой стресс родителя потерять. Тут самое главное не сорваться еще на эмоциях. Опа, счет! Ремонт автомобиля Хлоя Прайс, Аркадия Бэй Три тысячи шесть долларов и двадцать центов. Да. Нехило в эту колымагу угрохать. Ну-ка. Ну так давай узнаем, Макс. Я плюс папочка. Да. Смотрите. Она очень еще на Макс была похожа, когда у нее был отец жив. Ну, я знаю, что номер здесь. Это не будет сейчас спойлером. Опа, телек. О, а это, наверное, электричество подать. К музыкальному проигрывателю, скажем так. Да, именно. Вот такой маленький квест у нас. Снова здесь объявление про пажа от Рэйчел Эмбер. Про Рэйчел Эмбер. Вернее. Где у нас тут есть диск? Так, а что тут? Да, тут Хлой еще улыбается более миссией. Ой-ой-ой. Я прям вижу боль в этих глазах. Вот. Не передать просто. Да, она еще и курит. Хотя... Это уже не открытие для нас. Где тут диски? Опа. Нашли. Фотка с Рэйчел? Они, похоже, были с Хлой очень близкими подругами. Эй, дай мне это! Извините. Я не пыталась быть нюхом. Объясненно, она была хорошая другая. Я скажу, что это мягко. Мягко сказано, вы не лесбияночки были случайно? Давайте-ка сделаем вид, что мы ее не знаем. Как будто мы ничего не знаем. Значит, Рэйчел заняла мое место. Нет, мы это говорить не будем. Лучше скажем, что мы никогда о ней не забывали. А как же мама? А как же родители ее? Интересно, кто это? Ну да, давай все-таки отвлечемся немного от этих очень-очень уж грустных мыслей. Только посмотрю, что у нас в мусорке, блин. Да, письменное предупреждение, штраф. Парковка снова штраф. Ну, понятно, в общем. Целая мусорка штрафов. За которые она не платит. Самое время отвлечься и послушать музыку. Простите за кашель, ребят. У меня такие печальные глаза. Понятно, то есть мы еще можем пройти, погулять по ее дому. Посмотреть, что там лежит, что да как. Поизучать. Так, тут можно свет включить? Ага, можно. Что тут есть? Оу! Просто для волос. Вообще, синий для волос довольно-таки прикольный цвет лучше, чем ядовито-зеленый, или розовый, или фиолетовый. Синий куда еще не сломан. Флуоксетин. Таблетки американская фармакопея. 10 миллиграмм. Только по рецепту врача. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед приемом. 100 таблеток у нас в упаковке. Душ не принять. Ладно, выключил свет за собой. Отсюда мы вышли. Сюда нам не зайти. Ну-ка. Аркадия Бэй. Написано у нас на картине. Ну-ка, что она читает? В последнюю декаду. Я вижу, почему. Ничего не изменилось. Except for me and Chloe. Ой, птичка! Птичка, я тебя спасу, я тебя спасу, я тебя спасу! Открой окно. Ну-ка, залетай. Кстати, ребят, вы заметили? Синяя птица. Здесь была синяя бабочка. У Хлои синие волосы. Мы смотрели сейчас краску еще. Может, это как-то вообще связано между собой? Act, react, react or die. A 21st century survival guide. Воу, апокалипс, self-help. Ну, бывают такие, у которых немножко скучные жизни, и они решают сделать различные бункеры, различные убежища на случай ядерной войны, на случай зомби-апокалипсиса, на случай третьей мировой и все такого. Наверняка отчиму Хлои один из таких людей, раз он это читает. Стоп, 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 стоп. Дэвид Мэтсон, это же... Это же тот охранник. Да, точно, это же... Давайте я вам так пролистаю. Это же тот охранник, блин. У Хлои отчим тот самый охранник, у которого параноидальные всякие мысли, всякие теории заговоров в голове. Кто у нас там еще был? Так, Хлоя, по-моему, у нас уже была. Пока только Рэйчел. Новых сообщений у нас нет. Извините, ребята, у меня с горлом немножко не в порядке. Ребята, у меня с горлом немножко не в порядке. Да, ее муж не только... Охранник, он еще, похоже, наверное, какой-то бывший военный. Раз у него такая послевоенная паранойя немножко. Можно лампу включить. Прикольно. Что у нас на бумагах? О-о-о. Эти прайсы на своих билах. О, ипотечное кредитование. Дэвид Дэжес. Мэтсон. Кредитование, ипотека, это все зло, это... О-о-о, это все, как бы сказать, инструменты рабской системы. Джойс выглядит счастлив. Клоуи, степдад, может быть, не дюшбэг, после чего. Ну да, тот Джойс Дэвида Манеи довольно-таки счастлив выглядит. И, наверное, Дэвид, он не такой уж и плохой сам по себе. Может быть, он просто очень строго воспитывает Хлою и очень за нее переживает. Оттуда и различные паранойи, все дела. Потому что если бы Дэвид ненавидел Хлою, он бы просто не обращал на нее внимания и на нее плевал. И они не беспокоятся как-то так. Заявление прилагается, срочно. Счет за электричество внутри просрочено. Сколько у них же просроченных счетов? Нет, кто-то закрепил его с другой стороны. Так, это у нас выход. Понятно. Воу, это Хлоя такая. Прям у нее шорты, футболка. Как будто она начинающий панк потихоньку. Может быть, даже если бы у нее отец был, она бы и была панком. Но хотя нет, навряд ли, навряд ли. Потому что она панком стала именно из-за этого, из-за того, что ее отца не стало. Вот эта фотка мне особенно больше всего нравится. Ну-ка. Хочешь попить сегодня чай со мной? Конечно, я буду свободен после четырех. Увидимся. СПС за помощь, Макс. Без проблем. Этот парень, тот еще мудак. Да. Это она про Дэвида. Ну-ка, прослушаем. Ну-ка. Ну вот, как Дэвид беспокоится за Хлою. Конечно, он ее, наверное, жестко воспитывает. Я пока еще толком не знаю. Но, во всяком случае... Так, выключатель. Зачем мне свет включить? Тут и так все, можно сказать, видно. Что показывают. Так, всякую муть. Как всегда. Что еще могут показывать по телевизору? Только муть. Шерл, маме. На поездку в Париж. Ну, выходки. Ничего, мы еще туда заглянем. Покушаем этих бургеров. Хлопья, молоко, арахис, масло, шоколад, пирог, банановый ликер и туалетная бумага. Кстати, кстати, давайте-ка мы... Как сделаем. Вот, как будто мы ничего не читали. Ой! Это у нее, наверное, какое-то... Что-то типа... Небольшого кровоизлияния начинает, когда она слишком сильно в прошлое уходит. Ежемесячник фуд-карт. Фрикадельки. По рецепту wood oven pizza. Так, мы еще можем туда пойти. Хотя, давайте-ка сходим. Прикольный дворик. Брр... Я чувствую, что зима птицы летают. Вау, как там птицы летают. Кстати, Макс, ты же говорила, вроде что тебе нравится осень. Прикольный, там стайка кружит. Бутылки всякие. Качели! Уи-и-и-и-и. О, я любил этот швинг. Вильям сделал это только для меня и Клои. Давай присядем. Снова подумаем. Макс, я уже встала. Что с тобой? Прошлое. Проверяй. Это будет круто. Эксплорь мир. Идите далеко от здесь. Далеко от меня? Спасибо большое, чувак. Дюд, ты бы точно пришла с нами. Я нужна для наших путешествий. Я бы, как Лара Крофт, но для настоящего. Это было огромное круто. Совершенно. Мы бы иметь машины, ботов, и планы по всему 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 всему. И никакого ребенка не могла сказать нам, что нужно делать. Поверяйте мне. Что ты делаешь, когда я тебя поднимала? Может, возьмите фотографии наших путешествий. Я бы любил быть фотографией. Как бы я ни мог бы быть. Что ты говоришь? Макс, ты фотография. Твои фотографы могут быть в музее. Немного дня они будут. Я верю в тебя. Вы с моего дружите. Две подруги вновь посоединились. Кстати, у меня в детстве тоже на таком огромном картоне был рисунок. Мы с двоюродным братом и соседом рисовали. Очень похоже. Только мы там горы рисовали, деревья, тропинку. У меня тоже в детстве был такой большой-большой рисунок, только на дощечке. Не на картонке? Блин, котенок под машину попал. Это очень печально слышать. Потому что маленький котенок, наверное, очень маленький, там выбежал на дорогу, его машина переехала. Это очень грустно. Всё, давай заходим. Ну-ка. Пиле винишко, да? Вот так, телек. Вот это телевизор, вот это плазма. Ничего себе размерчик, а, ребят? Девушки отдыхают. Вот, я хочу спать. Извините, это не для детей. Не волнуйся, дай мне песню! О, черт, стоп! У меня есть вода, а что делать сейчас? Мои родители приедут! Уберите его! Наверное, воспоминания о том, как им потом досталось, не самые приятные. А вот и гараж. Хм, что у нас имеется? Хм, что у нас есть? Может, Дэвид просто озабочен тем, что Рэйчел пропала и не хочет, чтобы Хлоя пропала так же? Отсюда и паранойя. Академия Блэквелл Дэвид Мэтсон. Не думаю, что он ее ненавидит, потому что если бы он ее ненавидел, он бы точно так не беспокоился, и у него бы не было таких навязчивых мыслей о том, что нужна безопасность и всякое такое прочее. А что если вообще Хлоя похитила этот пистолет? Она же бунтарка. Да, уровень. Ну-ка, опа, инструменты. Ум, престижные скрюдрайверы. Но я их не могу не достигать. Вперед. Сейчас мы возьмем эти инструменты. Блин. Опа. Это было очень смартно, дуренька. Блин. Не могу не достигать. Кстати, надо... Не забыть выключить холодильник. Ну или морозилку или что это. Ты умерли, Макс. Ну или морозилку. Ну или морозилку. Ну или морозилку. Да. Опа. Это же в доме. У него камеры в доме. Капец. Они же везде установлены. Вообще везде. В каждом углу просто... Я бы не жил в таком доме. Где за тобой все время даже следят. Даже дома. Давай-ка мы закроем этот шкафчик. Ускоряемся. Вот так. Чтобы не было никаких последствий. Это должно принять к Клое. Папа. Нет паспорта. Как бы ты бы помогла мне найти инструменты. У нас нет. Это должно принять к Клое. Что в этом шкафчике? Странно. Мы конечно ходим. Чужое еще осматриваем. Конечно понятно. Можно осматривать дом. Но гараж-то этот уже отчима. Мы к нему никакого отношения не имеем. Ой, блин. Фотографии. Кейт Марш? Почему бы он иметь фотографии от нее? Хорошо. Это становится совершенно странно. Кейт Марш. Она что-то знает. Капец. Он конечно за этой бедняжкой следит. Блэквилл Академии. Перкини. 3.17. Это видимо когда мы за нее вступились. Ну-ка давайте назад. Документики. Тут мы все рассмотрели. Бедняжка. Вообще не понимаю кто делает всяких чучел. Голов на стене. Конечно. Самое главное показать признак своей силы. Ты человек. Ты хозяин природы. Ты умеешь нажимать на курок. Капец какой ты сильный блин. Много сил надо на курок нажимать. Ну бесят такие люди. Тоже было? Нет. Дверь открывать мы не будем. Вот так лучше. Закроем ее. И поднимаемся к Хлое назад. А ну-ка. Хлоя. Я вернулась. Интересно получится ли ее починить. Ведь мы должны дальше снимать. Ну как Макс? Получается? Так. Я не могу решить эту вещь. Эти ваши новые фотографии? Да, я просто взял их сегодня. Давайте посмотрим. Wait, я видел это раньше. Ух, нет, в смысле. Когда ты взял это? Ты взял эту фотографию, брат? В салоне сегодня. Ты заканчиваешься на alarm. Это почему Натан рождает тебя. Это точно не имеет смысла. Ты ела спасла моя жизнь. Скажи мне правила, Макс. Сказать, не сказать, даже не знаю. Ладно, так и быть, скажу о нашу подругу, Максу. Ну, я даже не знаю, но не был уверен. Я не уверена. Я знаю, что я выглядела очень разным. Я тоже боялась, я не смогла видеть прямо. Я не волнуй тебя, Макс. Как ты говорила, это был такой день. Так, ты должен был услышать нашу конверсацию. Я бы не сказал, не совсем. Я бы не сказал, не совсем. Кому, например? Давайте-ка собрём. Типа мы ничего не рассказывали. Щ-ка собирась-ка собираются. Ну, тыа. Так. Принципли? Ты еще 12? Та драку жакаса не любит cash за Блакуэлл Академий. Не верю его. Я не знал тебя в целом. Я жду. Господи. Я скажу тебе еще один день. И я серьезно о тебе, Макс. Я знаю, что это ваша бирта. Это мой настоящий фото. Это мой настоящий фото. Я хочу вам это. Это так круто, что ты вспомнил мою дизелью. Но я не могу это взять. Конечно, ты не можешь. Мой папа будет гордиться, если я никогда не использовал это. И теперь я знаю, что это будет прекрасно использовано. И я смогу снег эту картину как символ нашей Реунии. Хорошо? Да, конечно, это круто. Спасибо, эта камера так красивая. Теперь мы получили эту штуку оттуда. Я чувствую, как стейдж-дивная. Давайте трэш это место! Ты crazy! Да, да, я вонюю в голову! Давайте танцем! Смешай эту боню-боню-боню! Или возьмите мою фотографию! У меня есть камера! Да! Приятно видеть! Ой, такой веселый! Го, запили фото, Макс! Давай! О, блин! О, блин! Выкинь, ты косичок! Выкинь, выкинь, выкинь! Вокно выкинь! Нельзя его так оставлять! Выкинь его куда подальше, в окно! Кто, если? Катай! Не под кровати, не под кровати! Мой шкаф! Господи, какой он на тебе солдат Чё ты несёшь-то? Передвинем торшар Живо, 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 живо Надеюсь, нас просвечивать не будет А то ещё он нас увидит через решётки Господи, Флой, ты ещё пистолет стащила Кто это? Чтобы нагнать на Хлою Давайте-ка не будем лучше выходить Может быть, он немножко лому разуму Хлои научит А то она совсем Наркотики, пушки Ещё и говорит, что он упорут Понимаю, это, конечно, плохо, но Вот, на самом деле, Хлоя Махтана Намного взрослей, чем ты Я понимаю, конечно, Дэвид тебя ударил, но он сказал Хлоя, я забудусь о тебе, о твоей матери И он бы не агрессировал на Хлою Она бы просто не курила и не брала бы оружие Понимаю, он, конечно, жёстко воспитывает, но Он просто хочет, чтобы она не влезала ни в нафотики Ни в какие-нибудь преступления, ни во что-либо Нет, всё-таки Так будет более, скажем так Как бы сказать-то Более правильно, что ли Иначе, если бы он Хлою не стукнул Ну как, пощёчину не дал То Хлоя бы, наверное, потом ещё больше распоясывалась А так хоть этот шлепок заставит её задуматься о дону И панкуха И анархистка Это, конечно же, не преступление Но вот косяк Вот этот курение всяких Травок Надеюсь, хоть не мета какого-нибудь неамфетамина Пистолет Пропавший Хотя, может быть, Дэвид Где-то его оставил Но она вряд ли Что ж, ну а продолжение ждёт У нас уже в следующей серии Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться А также поделитесь этим видео с вашими друзьями Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании Всё, спасибо за просмотр С вами был Алекс Фрай Всем бай-бай, друзья Также рекомендую нажать на колокольчик Чтобы получать уведомления о всех моих новых видео Выходящих на канале Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию Или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры А пока представляю вашему вниманию Самое подходящее и новейшее видео Увидимся там, дорогие друзья